Одна беда за другой накрывает жильцов второго подъезда 68-го дома на улице Ташкентской. Три года назад на первом этаже произошел большой пожар. Почерневшие стены во всем подъезде, его последствиям, которые спустя столько времени центральная управляющая компания не устранила. Женщина поставила на зарядку фонарик, возникло короткое замыкание проводки. Проводка, старая проводка, замкнула и меня собака спасла. Раньше времени выбило на улицу. Домоуправление жильцы не раз просили провести подъезд в порядок, надеясь, что ремонт все-таки сделают. Обещали его еще в конце 21-го, начале 22-го года. Но до сих пор ивановцы живут в обгоревшем подъезде, а заявки на ремонт, оставленные в личном кабинете, значатся выполненными. Хотя ука к стенам и не притрагивалась. Другая беда пришла в эти морозы. У нас прорвало трубу в подвале, кипяток лился. Отреагировали только на третий день. У нас уже была баня, стекло по стенам, по проводам. То есть по этой причине произошло короткое замыкание. Мы сутки были без света. Электричества не было. Управляющая компания вообще никак не реагирует. В среду приходил электрик. Посмотрел на то, что осталось от проводки после перенесенного пожара и бани. И сказал, что ничего сделать не может. Все надо менять. Раньше 127 напряжений было, когда я сюда вселила с 88-м году. А теперь у каждого интернет и там все. Мы же тоже наши телефончики заряжаем. Жильцы исправно платят по счетам. В том числе и за текущий ремонт. Когда все-таки домоуправление соизволит привести в порядок подъезд, такой вопрос мы адресовали в центральную управляющую компанию по телефону. Сотрудница ответила звонком. Такие, видимо, серьезные дела не решаются. И попросила прислать письменный запрос. Яна Ведерникова, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».